Друзья, смотрите, я тут нашел несколько неточностей. Смотрите, переходим в панель настроить. Мы сейчас кое-что сделаем. Пару неточностей исправим. И потом уже перейдем к редактированию дизайна. У нас, значит, есть layout вкладка. Там есть header. И здесь есть about header. Нет. Сейчас я найду тут. Один нюанс. Вот page header. И вот изображение, которое подтягивается. Вон тут будет название страницы и будет изображение отображаться. В общем, что я хочу вам посоветовать, скорее всего. Я хочу вам, во-первых, посоветовать поставить вот такую высоту 159. В общем-то, я тут чуть-чуть исправил. Сейчас я покажу, как это сделать. Найду картинку, поставлю ее сейчас. Вот у вас в таком все состоянии должно быть. И вы вот тут должны кликнуть скрыть и убрать вообще эту картинку. То есть мы, во-первых, ну она слишком широкая, она некрасивая. Поэтому мы уменьшили высоту. И мы зададим специальный цвет для этого заголовка. У нас будет все на минималках сделано хорошо. Да, прям даже отлично. И убрать эту картинку. Все, сохраняем изменения. И сейчас, вы знаете, мне не очень нравится, как настроился функционал с избранными товарами. Поэтому мы его тут немножко докрутим. Сейчас в консоль переходим. Тут, значит, у нас есть вот сюда на эту вкладку наводите. И список желаний. Значит, здесь я сейчас... Ну, я точно не помню. Сейчас я посмотрю. Попробую сначала сюда зайти. Смотрите, во-первых, это значит название добавления в корзину. Мы должны здесь указать. Или не в корзину, а в избранное должны написать. И давайте вот так вот не с большим буквы. Отлично. Товар добавлен. Здесь можно посмотреть. Избранное. Здесь в избранном. Вот так вот. Сейчас. Далее спускаемся вниз. Здесь ничего не трогаем. Сохраняем изменения. В следующую вкладку заходим вот сюда. Избранное. И тут, в общем, смотрите, надо вот тут галочки поставить. Это отображать, чтобы цену отображать, чтобы нормальный функционал отображать. И вот этот. Тут, в общем, есть возможность рассказать об избранных товарах в соцсетях. Но в соцсети такие, знаете, Twitter. Ну, у нас нету контакта, ни одноклассников. Поэтому вы можете ставить, но я отобью. И здесь заголовок можете ставить, можете не ставить, но я поставлю избранное. И здесь можно поставить название в корзину. Это кнопка в самом, на странице с избранными товарами и в личном кабинете в блоке с избранными товарами. Все остальное оставляем. Сохраняем изменения. Давайте перейдем на сайт. Вот, давайте. Ну, можно в избранное зайти вот сюда. Ну, название мы перетащим сюда левее. И, ну, все заголовки эти поменяем. Видите, выбрать в корзину и убрать. Ну, так же дизайн мы подправим. И все, все хорошо. Теперь раньше было просто название, ничего больше не отображалось. А тут мы сейчас все красиво отобразили. Вы знаете, я тут подумал, там же в панели, где избранные товары, уже будет использоваться кнопка удаления крестик. А эта кнопка будет занимать место, будет лишнее. Поэтому тут button to remove. Галочку убираем. И сохраняем изменения.